С понедельника с 22 ноября все свердловские школьники вернутся за парты. Для учеников средних и старших классов дистанция заканчивается, а младшеклассники продолжат точную учебу. Так решила власть, и об этом накануне сообщил губернатор на своей страничке в Инстаграм. Так называемые бурсаки, студенты колледжей и техникумов, кроме старшекурсников, останутся на удаленке до лучших времен и слинять из общаги с дистанта в киношку или кафешку без родителей или опекунов. Несовершенно взрослые и нагородные студенты колледжей и приезжие первокурсники вузов не смогут, а между тем, кое-кто из них уже попытался в верхах пролоббировать снижение пропускной планки до 16 лет, подключив к юношескому лоббизму губернского бизнес-омбудсмена. Госпожу Артюх. Но власть пока непреклонна. Как полагает оперативный штаб, речь не идет о хлебе насущном. Для молодежи, вырвавшийся в большой город из-под опеки родителей. Речь о развлечениях, а с ними можно и повременить. Да, возникают сложности с попаданием, наверное, в кинотеатр, который находится в торговых центрах, возможно, какие-то развлекательные центры, да. Но в связи с эпидемией это можно пока пережить. Поэтому нет, пока не планируется, будет меняться эпидемиологическая ситуация. Мы будем на это адекватно реагировать. Пока еще не время. После закрытой от прессы вечерней встречи с бизнес-сообществом власть обратилась к предпринимателям с воззванием, суть которого в том, что нужно больше думать о тотальной вакцинации от ковида, а не о том, как надавить на власть, чтобы та смягчила антиковидные меры. Я бы хотел, чтобы все поняли, что мы прекрасно осознаем, что бизнес – это налогоплательщики. Это в том числе содержание здравоохранения. Это в том числе содержание многих других социальных необходимых нам отраслей. Ни у кого, уверяя вас, нет ни малейшего желания, так сказать, подточить бизнес только ради того, чтобы его подточить. Мы хотим, чтобы никогда не наступило время, когда в фитнес-салоны или в салоны красоты люди не придут, потому что не будет людей. Вот мы очень этого не хотим. Я бы посоветовал всем нашим социальным партнерам быть вместе и понимать, что кратчайший и единственно эффективный путь, как можно быстрее поднять эффективность работы вот этих учреждений – это максимально быстрее вакцинировать людей. По мнению ответственного по ковиду чиновника Кабмина Павла Крекова, чтобы в полной мере ощутить эффект от тотальной вакцинации, нужно месяца два. Один уже прошел. И до создания коллективного иммунитета осталось рукой подать. Мы близки к показателям, по сути дела, коллективного иммунитета. Я должен сказать, что сегодня в Свердловской области привилось уже 43% всего населения. Вице-губернатор озвучил результаты массовой вакцинации в конкретных цифрах. Почти 2 миллиона свердловчан уже привиты от ковида. В общей сложности сегодня на территории области привито 1 миллион 845 тысяч 32 человека. В одном городе Екатеринбурге первым компонентом вакцины, а я говорю о первом компоненте вакцины, в том числе однокомпонентный спутник Лайт, так вот в Екатеринбурге привито более 732 тысяч человек первым компонентом вакцины. При этом я хотел бы обратить внимание на то, что уже сегодня в одном Екатеринбурге минимум 800 тысяч взрослых людей имеют кваркодирование. Минимум. А я думаю, что эта цифра больше 800, потому что у нас там вакцинировано где-то 750 тысяч, сколько еще переболевших имеют кваркоды. Я не считаю детей, они, так сказать, находятся за границей этих ограничений, за исключением того, что касается посещения торговых центров вместе с взрослыми. И эта цифра каждый день увеличивается примерно на 20 тысяч человек. То есть за неделю мы вакцинируем примерно 120-130 тысяч человек. О том, что ситуация пошла на поправку, говорит и тот, озвученный властью факт, что еще полторы тысячи ковидных коек возвращаются в плановую медицину. Речь идет в частности о нейрохирургическом отделении 40-й больницы, еще о части ветеранского госпиталя на Широкой речке. Безусловно, произошла стабилизация эпидемиологической ситуации. Это стоило достаточно больших и серьезных трудов. И более того, сегодня мы фиксируем уменьшение количества тяжелобольных. Это можно считать следствием усилившегося процесса вакцинирования населения, который произошло чуть больше месяца назад. Мы фиксируем некоторое уменьшение количества больных, которые находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких. Это также говорит о том, что все-таки тяжесть заболевания несколько снижается. И это один из косвенных показателей того, что вакцинация показывает свою эффективность. Продолжение следует... Продолжение следует...